Мы продолжаем с вами изучать конструктор Elementor на WordPress. В этом видео, как создать блок на вашем лендинг пейдж, 5 причин, почему выбирают нас или почему нас выбирают. И мы с вами движемся дальше. И прежде чем мы с вами начнем делать, несколько слов о шрифте роботу. Я специально добавил просто еще один текст на сайт и никакие стили не менял. И хочу вам кое-что показать. Если мы правой кнопкой мыши кликнем с вами по этому тексту и нажмем «Просмотреть код элемента», то мы увидим структуру CSS стилей. И вот фонд фэмили, это и есть шрифт, говорит о том, что здесь вы сами можете видеть роботу. Вот если я даже галочку сниму, вы видите, вот текст меняется. То есть отключаю данный шрифт к данному тексту. Вот он, играю я, и вот он меняется. Я к чему это? Если вы тоже будете использовать стиль робота, вам не придется каждый раз, когда вы добавляете какой-то текст, переходить в его стиле и в типографию. Здесь у вас стоит по умолчанию. По умолчанию здесь шрифт робота. То есть если вы используете обычную роботу, не надо будет вам каждый раз для каждого текста здесь вот вбивать и искать робота. Это нужно только если вы хотите поменять робота, например, болт или конденсент выбрать, тогда вы меняете. И также если вы используете абсолютно любой другой шрифт, Arial, Tahoma, Verdana и так далее, конечно, тогда надо здесь будет для каждого текста выбирать шрифт. И, кстати, сразу покажу, если элемент, любой плагин, которого разместили, вдруг решили удалить, прямо по нему правой кнопкой мыши в контекстном меню в самом низу удалить. Все, этот элемент удаляется. Возвращаемся к теме урока. Мы с вами, в принципе, набросали первый блок, первый экран в прошлом видео. Я сказал, что форму мы делаем в конце этого мини-сериала. Соответственно, тогда пришла очередь создавать второй экран и как он здесь устроен. То же самое. Некоторые моменты я буду показывать быстро, так как это было в прошлых уроках, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Что я делаю дальше? Смотрите, внутренние секции я перетаскиваю также вот в эту область. У нас сразу вот он выше здесь помечается. Все то же самое. Я удаляю одну колонку и здесь у меня будет текст. Кликаю вот по этим точкам основной секции. Захожу в расширенные настройки. Внутренний отступ. Все то же самое. Сверху 50. Везде должны быть одинаковые отступы. То есть, если вы решили 50-50 делать во всех экранах, также здесь 50-50. В отдельных случаях, конечно, отступы могут отличаться. В зависимости от того, какой дизайн контента. В данном случае эти блоки прямоугольные ничем друг от друга не отличаются. Поэтому и там, и там по 50. Следующий блок. Почему нас выбирают? Или 5 причин, почему мы. Это действительно должно быть вторым блоком. Ваши самые главные преимущества. Конечно, сейчас это демо-пример. Это может по-разному выглядеть. Но обычно это какая-то иконка. Заголовок текст. Также здесь это и устроено. Ну и есть у нас основной заголовок. Соответственно, как быстро, например, копировать элементы. То есть, вы можете правой кнопкой мыши по нашему первому заголовку кликнуть, нажать копировать. И вот в эту область, на втором экране, в нашу строку, правой кнопкой мыши вставить. Все. Таким образом мы с вами вставили текст. Его не видно, потому что он белый. Вот, если я выделю, вот он. Вы его видите. Переходим в настройки уже второго нашего заголовка. Обязательно не забываем, выбираем ему H2 заголовок второго уровня. И, естественно, в стилях здесь он у меня темный. То есть, цвет я выбираю. Старайтесь, если черный, прям черный не выбирать. Возможно, вот такой вот серый. Черный цвет стараемся мы избегать. Или очень-очень темно-серый. Я меняю здесь. Почему нас выбирают. Дальше. У нас с вами идет 4 колонки для 4 причин. Или это может быть 5 колонок. Возвращаюсь. Добавляю. Прямо сюда переношу колонки. Наводим мышь. Вот на эту иконку. Правая кнопка мыши. Прямо по ней в контекстном меню добавить новую колонку. Если я делаю, вы видите их 3. Если вам этот способ неудобный. Давайте я покажу, как в глобальных настройках сделать так, чтобы при наведении на эту иконку всплывал здесь маленький плюсик. Для того же действия. Здесь я нажимаю опубликовать. Ну, чтобы сохранить все свои изменения. Нажимаю вот на эту иконочку. Дальше я нажимаю вот сюда выйти в консоль. Мы попадаем, по сути, на нашу страницу и в админку WordPress. Смотрите, у Elementor есть свои настройки. Вот здесь вот наводим Elementor настройки. Переходим с вами в расширенные. И кнопки управления у нас стоит скрыто. Выбираем показать. Сохранить изменения. Возвращаемся с вами страницы. Наша страница редактировать в Elementor. Как только мы включили ту полезную опцию, смотрите, при наведении на любую строку, секцию, видите, навожу, появляется иконка дублировать колонку, плюс добавить колонку и удалить. То есть это у нас теперь везде работает. Это достаточно удобно. То есть, например, вы можете вот так вот удалить быстро, опять их две. И, соответственно, по плюсу. Вот прибавляем три. Еще раз кликаем по плюсу. Вот их уже четыре. Дальше я использую специальный плагин иконка с заголовком. Давайте посмотрим, где это. Вот этот плагин иконка с текстом. Перетаскиваю его сюда. И давайте сначала по настройкам. Иконка. Та иконка, которая соответствует этому описанию, этому тексту. Продумайте. То есть, как выбрать иконку. Здесь есть несколько путей. Выбрать шрифтовые готовые иконки из списка иконок, кликнув по библиотеке иконок. Или есть возможность, если вы не нашли иконку в списке в библиотеке, загрузить SVG в формате SVG свою иконку. Но я, честно говоря, ни разу не пробовал. Я довольствовался списком иконок. Давайте выберем из библиотеки. Попробуем. Здесь также есть выбрать все иконки из разных источников. Или выбрать из какого-то одного источника. То есть, фонд Averson обычные. Сплошные фонд Averson и другие вариации. Ну, три вариации. И если... Тут, конечно, надо посидеть. Вот ползунком можно так просмотреть, промотать. Если что-то похожее к вашему тексту. Я пишу Word... Ну, просто WordPress иконочку. Выбираем нужную иконочку и нажимаем вот этот Insert. Все вставить. Вот. Иконка WordPress вставлена. Давайте поменяем цвет. Естественно, цвета должны быть у вас на сайте быть в одном едином стиле. То есть, не должно быть такого, что все цвета радуги... Вы тоже это можете видеть. Я практически использую выбранные цвета. Это... Ну, не розовые. Фиолетовые больше, да? Синий какой-то. Белый, желтый. Все. Больше цветов я не использовал. Соответственно, тоже имейте это в виду. Здесь какой-то некий голубой. Здесь я перехожу в стиле. Здесь есть, смотрите, обычный. Я выбираю вот этот цвет. Видно, иконка меняется. А при наведении... Это если вы хотите, чтобы при наведении мыши на иконку цвет менялся. Я не хочу, чтобы он менялся, поэтому я здесь ничего не задаю. Дальше. Здесь у нас есть некий заголовок. Вот здесь вот ниже содержимое. Заголовок. Цвет содержимого. Тот же самый. Видно сразу здесь цвет меняется. И так же цвет для основного текста. Ну, у меня темно-серый. Я тоже это оставляю. Соответственно, сам текст и заголовок меняется. Заголовок здесь. Текст меняется здесь. Я сделаю просто чуть поменьше немножко текста здесь. То есть я текст добавлять не буду. Это демо-сайт. Вы, естественно, тоже тренируетесь и сами решайте. Будете сознательно тут какие-то текста придумать для своего сайта. Или пока тоже тренируетесь. Дальше. Для того, чтобы быстро создать этот блок, подготовьте вот первую иконку. Первый заголовок. То есть цвет, шрифт, размер, текст. Все сделайте. Потом смотрите правой кнопкой мыши. Копировать. Сюда вставить. Сюда вставить. И сюда вставить. И уже когда цвета... Они же у нас цвета будут у иконок одинаковые. Заголовок, размер одинаковый. Меняться будут только заголовки. Иконки меняются. Ну, а цвета все остаются. Поэтому я думаю, так будет быстрее. И потом уже просто заходите вот по карандашку. Уже меняете вторую. Я здесь хочу поставить... То есть тут даже есть иконка Elementor. Вот она. То есть даже есть Elementor здесь. Ну, дальше показывать не буду. Понятно и так, как с этим блоком работать. Если мы с вами посмотрим на демо пример, возможно, многие даже не догадаются и увидят, как он круто у меня устроен. Здесь не просто заливка цветом. Вы видите, сзади идет какая-то некая анимация. Какие-то кругляшки, какие-то пузыри. Давайте я раскрою секрет, как это реализовать. На самом деле, сзади у нас видеофон, который транслируется прямо с YouTube. Вы можете перейти в YouTube, в поиск YouTube, вбить видео-бэграунд. То есть это видеофон. Дальше напишите Full HD. Это Full HD разрешение 1920 на 1080. Дело в том, что бывают видеофоны маленькие. Они будут растягиваться и будет плохое качество. Я думаю, золотая середина взять Full HD. Когда вы вобьете, у меня используется именно вот этот вот видеофон. То есть вот именно вот он используется на моем сайте. Просто берете, если он вам подходит, нравится, ссылку на него. Копируете. Далее. Идем в нашу основную секцию. Вот эти у нас кнопки относятся к ней. Вот на эти три точки я кликаю. Появляются настройки слева данной строки. Переходим в стиле. И выбираем вот здесь иконку видео. Видите, ссылка на видео. Прямо даже по сказке показано с YouTube. Надо вставить ссылку. Вставляю. Через несколько секунд видео подгружается. И изначально оно будет в таком виде. Но в таком виде оставлять нельзя. Мы должны понимать, что все, что сзади, какой бы красивый фон нам ни казался, он не должен перекрывать основной контент на сайте. То есть он должен либо помогать основному контенту быть более контрастно, более ярко выражающимися, чтобы бросался в глаза. Но никак иначе. То есть ровно как здесь. Его едва видно. Его видно, видно, что он симпатичный, что-то там прикольное происходит. Но при этом мы не должны забывать, что основной контент у нас вот этот на первом месте. И он всегда должен хорошо читаться. Будьте внимательны. Потому что все новички допускают одну и ту же ошибку. Делая красивый задний фон, забывают об этом, не видят эту тонкую грань, где контент читается, а фон при этом находится просто как красивое дополнение. Очень часто новички задний фон выдвигают на передний план. Таким образом, что вот пример, как здесь, он у нас не читается. Так нельзя оставлять ни в коем случае. Вот такой блок, это блок, так сказать, школьного сайта. Естественно, мы с вами будем стараться делать профессионально. И что нам надо сделать? Нам нужно просто наложить overlay. То есть поверх какую-то цветную заглушку. Это здесь же у нас, если вот эта вкладка, видите, мы можем еще сворачивать, если нам мешает. Так и называется прямо здесь по-русски перекрытие фона. Если мы сюда зайдем, по этой иконке мы кликаем цвет. цвет, я выбираю белый. Вы видите, у нас уже так забелилось, но нам нужно поиграться прозрачностью, так как этого маловато. Это ниже прозрачность. У нас стоит 0,5 по умолчанию. Двигай ползунок или просто вбейте 0,86. Видите, забеляется сильнее, то есть это ползунок резко вправо, почти до конца. 0,86. То есть вот так я считаю при этом, что иконки, заголовки синие, текст темный. Хотя при этом текст вот этот вот, у каждой иконки, именно стиль, я бы сделал скорее всего темнее. То есть содержание вот потемней. Или прям черный. И немножко поднять вверх, чтобы он был такой серый. Вот видите, вот этот белеклый. Давайте я обновлюсь на сайте. Посмотрим. Видите, вот этот текст. Вот надо сделать вот темнее, потому что вот этот тоже текст не читается здесь. Естественно, вы должны понимать, что каждый цвет имеет свой код. Если вы здесь как-то выбрали цвет и хотите источницу скопировать его в другие наши вот эти вот плагины, то это очень просто сделать. Прямо по тексту кликайте правой кнопкой мыши, нажимаете копировать, наводите на другой текст правой кнопкой мыши, но только здесь выбираете вставить стиль. Это очень удобно. Смотрите, вставляется только цвет. Меняется реально. Это очень-очень удобно. Вставить стиль. Итак, я вас поздравляю. Мы с вами сделали второй экран с видеофоном. Крутой, красивый блок. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Прямо сейчас вы можете переходить к следующему видео, где я подробно показываю, как пользоваться конструктором Elementor, раскрывая все тонкости и секреты.